Привет! Тебе там очень рады тебя видеть. Ты, как и обещал, в хирургическом костюме, да? Ну, а как же, конечно, прямо из клиники, да. Между пациентами. Да, ну так давай друг друга представим, потому что у нас с тобой аудитория, как говорится, со стороны жениха и со стороны невесты. Чтобы все понятно, кто с кем разговаривает. Я начал тебя представлять, замечательный психолог, бизнес-тренер, коуч, мой наставник, писательница, просто великолепнейших книг, кто давно не плакал, пожалуйста, купите, посмотрите. И кто себя не прорабатывал тоже, потому что не только слезы, но слезы радости в конце, потому что понимаешь, что ты перешел на новый этап, еще лучше, еще ближе к себе, еще стал яснее. Татьяна Мужицкая, это для моих подписчиков. А теперь для моих, значит, это Артемий Пермяков, это человек, который, я не могу точно твою специальность представить, мы тебя на курсе называли психогинеколог, да? Психогинеколог, да. Ну, вообще, Артемий действительно в районе гинеколога и уролога, если я правильно понимаю, высшей категории, проводит курсы, обучающие для врачей и для пациентов, делает их жизнь лучше. И, собственно, Артемий у меня в прошлом году проходил в этом, в прошлом, в общем, проходил курсы на УП-практик, и все время, чем нас потрясал на этом курсе, что он после каждого модуля рассказывал, как он применяет вообще все то, чему мы учим для своих пациентов, для работы. И, казалось бы, с какой стороны работает как бы гинеколог, казалось бы, а с какой стороны на УП. А оказалось, что они там встречаются где-то в середине, видимо, и вот об этом давай поговорим, потому что любовь к себе и нелюбовь к себе, она же напрямую на тело влияет, да? То есть вот так. Очень сильно, очень сильно. Ты знаешь, Танюш, я тебе еще раз тысячу слов благодарности и в прямом эфире тоже, потому что жизнь после стала совсем иной. И для моих пациентов самое главное в первую очередь, для меня в первую очередь стала тоже иной, потому что я перешел из разряда традиционных гинекологов в разряд человека, который начал смотреть обобщенно, то есть некий такой вот общий подход. И стал понимать и видеть, что очень много заболеваний, очень много проблем у женщины связано именно с ее психологическими проработками, с ее проблемами нелюбви к себе, с ее какими-то запретами, ограничениями, обидами, недовольствами и так далее. Мы же женщинам очень творческие, если нам некуда наружу что-нибудь такое выплеснуть, мы запросто это все выплескиваем в себя и можем отрастить себе все, что угодно, начиная от красивых глаз и заканчивая заболевания всякие. И то, что ты рассказывала на курсе, это было совершенно потрясающе, и я помню, что ты говорила там про какие-то многолетние истории, и поэтому мы действительно, когда тебя звали психогинеколог, с одной стороны, это было очень весело, с другой стороны, действительно, это очень интересно, потому что я много раз с этим сталкивалась, да, когда, казалось бы, вроде на пустом месте и вдруг начинает что-нибудь болеть, и проходит вот так вот. Я тебе твою копилку могу смешной случай своей жизни рассказать, но он реально смешной, он не про гинекологу почти, в общем, а ты тогда расскажи мне, ну, свои, ладно, хорошо какие-то истории. Давай, конечно. У меня была смешная, ну, я думаю, что это смешная история, у меня после очень большой, тяжелой, напряженной довольно-таки работы я заболела, кашлем, ну, не ковидом, а просто, я просто устудилась, это было на Байкале, там это несложно сделать, там ветра и все такое. В общем, ну, еще на фоне общей усталости, вообще, я простудилась, переболела, у меня был жуткий кашель, который никак не проходил. Вот не проходит и все тут. И, в общем, врачи говорят, слушай, да нормально, в принципе, все, нет никакой для этого, ну, это все чисто, и непонятно, что ты кашляешь, ну, таблетки там, все дела, ничего не проходит. У меня уже, а мне стыдно, это же мой рабочий инструмент, да, я же, ну, и говорю голосом, да, и еще концерт у меня. А во время, петь у меня получалось, а во время того, когда надо было там читать стихи, рассказывать между песнями, я кашляю, позор, сейчас вообще за это расстреливают, это опасно, вообще, нельзя. И очень смешно у меня закончилась эта история, когда мужчина один прекрасный, в тот момент присутствующий активно в моей жизни, что-то мне написал в процессе там тренинга, просто сообщение, он в другом городе живет, и я говорю, слушай, да что ты вообще мне тут пишешь, надо уже приезжать и заниматься сексом, в конце концов. Он говорит, ну, запросто давай поставим дату в календаре, тут люди заняты, и все. Поставили мы с ним, значит, дату в календаре, когда он приедет, вот, и все. И дальше, к вечеру этого дня, вдруг мой партнер, Макс Дранко, с которым мы тренинг ведем, говорит, мужик, ты заметил, что ты не кашляешь уже целый день? Я говорю, нет. А вот, видишь, и каждый, удивительным образом, он касался того, что в календаре стояла дата о том, что вот это вот будет, значит, там через две недели. Так что видишь, как это все связано, казалось бы, где... Все связано, абсолютно, абсолютно, да, гинекология, она прямо, ну да, как говорится, с мозгом соединяется, да. Конечно, у нас сегодня с тобой замечательная тема, я тебе тоже, конечно, расскажу какие-то кейсы, в своих случаях интересные, у нас замечательная тема про нелюбовь к себе, и у меня, по крайней мере, мои подписчицы в директе писали очень много вопросов, что же делать, как же быть, я там делал некую такую историю, тестирование проводил, что же в этой ситуации можно сделать. Давай поговорим об этом, да, вот мне очень интересный момент, да, вот я сегодня задумался над тем, что вот, например, злой директор или абьюз какой-нибудь, тиранизирует свою жену, это же все от нелюбви к себе, то есть они пытаются добиться какого-то внимания, и тем самым выражают это в негативе, потому что не получают той любви, которую они хотели. Сказали бы они по-другому? И у них просто другого, возможно, языка нет в выражении, они не умеют просто это делать. Очень часто бывает, что агрессия – это от того, что человеку, например, может быть страшно или неуютно, но попросить он не может, и ему проще вот так себе внимание привлечь, так его научили в детстве, да. Да, то есть некие такие вот клише, которые они, когда зародились там, может быть, в детстве, может быть, еще в подростковом возрасте, отношение к жизни, каким образом ему проявлять себя, да? Да. Что с этим мы можем сделать? Как это поменять? То есть если, например, мы со стороны смотрим на человека и понимаем, как воздействовать на него, да, чтобы или уйти, соответственно, если можно уйти, то уйти, если нельзя, то как взаимодействовать? И то же самое, если мы внутри себя обнаруживаем, что я настолько себя не люблю, что постоянно требую от всех, ты что-то, у тебя что-то со связью, да? Может быть, да, что-то немножко... Или это у меня? Не знаю. Да, не может ли здесь? Я здесь. Раз-раз. Да, тут я, я тут, я тут. Тут, все нормально, да. Ну, немножко заедает у тебя видео. Вот. Или же, если мы в себе внутри обнаружили эту нелюбовь, как же нам дальше... И, естественно, пытаемся извне забрать недополученные. Вот мне очень понравилась твоя метафора потрясающая из книжки «Роман самим собой» про 2 из 10, да? Мы, если любим 2 из 10 по шкале вот этой вот 10-балльной, то все остальные 8 добираем у соседей, у ближайшего круга. Это потрясающая метафора, просто, мне кажется, лучше всего объясняет ситуацию нашего поведения и детских каких-то комплексов, включающих в себя различные этапы и так далее. Ну и смотри, что получается. Давай, знаешь, что сделаем? Я, может быть, Wi-Fi выключу. Не видно, что ли, да? Видно меня? Слышно? Видно? Видно, видно. Сейчас видно. Вот, отлично. И тебя очень хорошо видно и слышно сейчас. Все, давай так и пойдем, да. У меня включились наушники, но ничего страшного. А так даже лучше слышно стало, ты знаешь? Ну давай, отлично. Ну вот ты говоришь, спрашиваешь, да, что с этим делать, если человек вот рядом такой токсичный, да, находится, орет, там проявляет агрессию и все такое, что делать? Это сразу возникает три вопроса у меня. Вопрос первый. Что я здесь делаю? Мне правда надо здесь находиться? Это вопрос о любви к себе. Это вообще самое важное понять, что ты сам отвечаешь за собственную жизнь. Никто тебя не заставляет. Если ты не в тюрьме сидишь, даже если ты сидишь в тюрьме, там тоже есть выбор, как показывает практика у людей, которые там пишут оттуда, да. Но тем не менее, вопрос. И вот тогда дальше? Надо ли мне здесь находиться, да? И что я здесь делаю? Я здесь зачем? И стоит ли это того? Меня пишут, меня не видно, да? Не видно меня? Артемий. Нет, все нормально. Тебя слышно и видно. Я тебя вижу прекрасно, все хорошо. Хорошо. Это, видимо, таро, я комментарий догоняю. Да, хорошо, хорошо. Вот. И, собственно, даже если это учитель в школе спрашивает, если учитель в школе. Да запросто. Я своего ребенка забирала из токсичной школы прямо посреди учебного года, вот прямо 22 декабря. Перевела его в другую школу, и мне все говорили, да ты что, с ума сошла из лучшей школы в районе? Когда ты забираешь сына в такую отстойную школу, я сказала, да, ну, ему там хорошо, ему там рады, он там счастлив, это единственное, что мне нужно для этой ситуации. Но это всегда вопрос, который наш с тобой общий друг Константин Харский говорил, чего ради и какой ценой? Да? Вот этот вопрос. Чего ради и какой ценой? И это первое, что надо спросить. Я что здесь делаю? Вот. Я мог обидеться на тебя в этом контексте, что вчера с Харским у тебя все было в порядке в 9 утра. Да, ты понимаешь, говорят иногда, что утренняя эрекция более устойчива, вот только это могу ответить, не знаю почему. Да, да, да. Да, все вышло, нормально меня видно, слышно. Вообще отлично. Ну, слава тебе. И видно, хорошо и слышно. Ну вот, продолжаем разговор. Спасибо тебе большое, я слышала все то, что ты рассказывала и видела то, что комментарии пишут. Вторая вещь, это же вот, ну, первое туда не просто задать тебе вопрос, что я здесь делаю, а еще и вспомнить, что вообще-то от тебя зависит, где ты хочешь находиться. Да? Вот это очень важно. Второй момент, это тоже крайне важно, и понять, что если по каким-то причинам все-таки это того стоит, да, то какие у меня есть варианты, то есть как я могу еще выражать и давать понять. Бывает так, что мы терпим и не даем понять человеку другому, что нам не ок. Почему-то нас научили быть хорошими и вежливыми, и я лучше буду там, не знаю, себе грызть там ногти или там, не знаю, отращивать какую-нибудь обзор, вместо того, чтобы человеку сказать, знаешь, мне вот так вот не нравится, давай попробуем договариваться. И я, кстати, сама себя на это много раз ловила, я же тоже дитя сапога, и у меня сапожник в сапогах, я все техники к себе применяю, чтобы понять, что вообще-то с ним делать. И я помню этот момент, когда я человеку просто там очень долго не могла что-то такое сказать, что мне вот, вот так вот мне не нравится, вот мне такая, ааа, уже стиснула зубы, вот там, я не люблю так, когда он говорит, а, да, ну, хорошо, но не надо так делать. Я говорю, а что, можно было сразу сказать? Я говорю, ну, вообще, да, а в чем проблема, я не понимаю, а в чем вопрос-то, а хочешь-то ты чего? Я хочу, вот хочу вот это вот. Вот, ну, сказал бы сразу, я, в принципе, отлично отношусь к таким вещам, в чем вопрос? Мне тоже очень интересно, не додумывать до другого, да, то есть давать обратную связь, потому что тоже наша ответственность. Ты вот рассказывал же про какую-то пациентку свою, я прям помню этот случай, который там, ты говорил, прям был какой-то у нее такой комок с кулак размером, который рассосался сам с собой. Расскажи, это волшебно. Да, 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 это интересный случай. Девушка после родов почувствовала по ощущениям, что у нее в животе живет, условно, нам салаеву змея. И ей показалось, что состояние восстановления после родов, когда, естественно, матка опорожнилась, и, естественно, появилось больше пространства пока что, пока матка не сократится, пока живот не восстановится, кишечник не уляжется, как ему нужно. Вот в этом процессе ей показалось, что там кто-то завелся, или не до конца вышел ребенок, и она ходила к врачам неоднократно, просила, может быть, у меня второй там остался, потому что я чувствую какие-то движения, я чувствую какое-то прямо физическое ощущение в животе. А потом, когда ей сказали, девочка, у тебя все в порядке, вот смотри, на УЗИ никого больше нет, матка пустая, тебе только кажется, это фантомное ощущение, она начала подозревать, что это какие-то возможные появились у нее инородные люди. Ну, не люди, а предметы из серии змеи. Вот. И с этой проблемой она долго жила, и было трудно жить и половой жизнью, и трудно было питаться, потому что неприятные ощущения ее догоняли. И вопрос был в том, что физиологически, я просто хотел объяснить для слушателей, что вопрос в том, что кишечник начал возвращаться в исходное положение, и вот эти вот движения у нее в голове вызвали такое ощущение. И все. И якорем привело к тому, что у нее зафиксировалось в памяти ощущение, когда кишечник работает, то есть перистальтика, и появился этот страх. Вот как у нас появляется страх, там, не знаю, к замкнутому пространству, к перелетам, переездам и так далее. Такой же страх у нее, как фобия, появилась здесь. Что мы сделали? Это, естественно, страх привел к тому, что она не могла жить половой жизнью, потому что, естественно, любые тракции по влагалищу вызывали ощущение в животе, и сразу же возникало неприятное ощущение. Она ела маленькими дозами, чтобы не было в это ощущение раздутия, она ела там какую-то определенную пищу, которая не вызывала этого вздутия и так далее. То есть человек просто уже не жил, а был неким таким оучем. В итоге мы с ней проработали по техникам, которые меня обучила Татьяна, и легко и радостно вышли прямо на этом процессе, в этом приеме, на первичном приеме. Мы получили хороший результат, все, у нее все это ушло, все страхи ушли, ощущение вот этой плотности внизу живота тоже ушла. Она, как мы это проверили, она, естественно, потрогала свой живот, почувствовала мягкость, и сказала, вау, вот это да, вот это здорово. Доктор говорит, вы без операции удалили, вы никак не успели. Все, все, да, змея вытащили просто за хребет его и уничтожили. Вот, такие вот случаи. И это здорово, чтобы мы понимаем, что, по большому счету, да, большинство наших внутренних переживаний и страхов живут в нашей голове, разобравшись с этим. И мне еще очень хочется сегодня нашим слушателям дать твою технику одну классную по поводу вот первого вопроса, да, ты сказала, хочу, не хочу я быть здесь с этим человеком. А если позволишь, да, вот эта техника, когда вы встаете, просто можно встать, закрыть глаза или открыть глаза, немножко подсев, чтобы коленки подсадить, и задать себе вопрос, да или нет. На да, ваше тело пойдет вперед, на нет, пойдет назад. То есть хочу, значит, оно само. Это все объясняется на физиологии, на процессе бессознательного. На бессознательном пойдет вперед тело, на не хочу пойдет назад. И также вы можете задавать, хочу ли я быть с этим человеком сейчас или не хочу. И для начала просто почему мы просим закрывать глаза, почему мы просим немножко вот так вот подсаживаться, чтобы расслаблять ноги, чтобы не было никаких вот мышечных якорей, мышечных спазмов. Потом это можно делать вообще даже сидя, когда вы уже себя прокачаете. И вот я даже могу, даже сейчас вы не поймете, задал себе вопрос, хочу ли я на этом эфире быть или нет, я уже себе ответил как-то. Не буду говорить как-то. Да, видимо, да. Вот. Но смысл в том, что если вы прокачаете себя, потом этого не нужно будет обязательно делать в вертикальном положении. Это можно будет делать стоя, сидя и так далее. Лежа и в любом-либо позиции. И это не от этого, это какое-то ощущение, это может быть плечи пошли, да, вот Таня, ты как раз и приводила этот пример на курсе. Плечи пошли вперед, у кого-то там, не знаю, мимико меняется, и ощущение палец начинает подергиваться, когда ему хочется или наоборот не хочется. И это очень здорово, когда мы слышим свое тело, это здорово прислушиваться настолько, чтобы настолько себя просканировать и понять вообще, что происходит. Потому что мы чаще всего, да, из-за этих социальных масок, из-за детских каких-то травм, из-за, опять же, вот этих вот условных ощущений, что мы должны быть вот такими, мы не должны обидеть кого-то. Мы это терпим внутри себя, поэтому появляются серьезные болезни, и щитовидная железа, да, недоговоренность какая-то, невыговоренность своих эмоций, и проблемы в матке, и миомы. И все это, все это кумулируется в теле. Да, даже смотри, какая еще что-то, я говорю, удивительным образом совершенно тело мгновенно реагирует с одной стороны на команды, потому что вот бывает такое, что человек счастлив и не болеет. Вот он ходит зимой там на распашку, там, не знаю, ничего его не берет, а потом он в какой-то момент говорит, а, блин, как все плохо, задолбало, хочу сдохнуть. И на маленьком сквознячке его продувает, и он болеет долго-долго, это же удивительно. И наоборот, тело тоже все время о чем-то сигнализирует, и мне нравится такой подход, вот не все врачи далеко его разделяют, но мне он очень нравится. Я сама, когда училась в МГУ, ну это же тоже такая классическая была психология, и в ней было довольно много изначально медицинских, потому что психология изначально очень долго изучала патологии, всякие отклонения. И поэтому все время задавались, если что-то не так, то задавались, почему, от чего, из-за чего. И до сих пор сейчас, вот мне тоже народ очень часто в комментариях или в сообщениях пишет, Таня, а почему мне не везет, почему я так себя ужасно веду, а почему я все время встречаю таких людей. Я все время смеюсь и говорю, ну это же разные вопросы, почему их, и другой вопрос совершенно не медицинскому подходу, это от чего у меня это пройдет. Это не в смысле, почему оно случилось, от чего оно пройдет, от чего хочется, какое у него позитивное намерение за этим стоит. Потому что у меня есть четкое убеждение, но следуя за коллегами моими, и Нелперами, и психологами, что организм стремится быть целостным на физическом уровне. На физическом уровне тело хочет жить, и жить, и быть здоровым. А вот, соответственно, все остальные программы, они его все время с этого курса сбивают. Но если дать ему возможность, оно может вывести каким-то образом. Вот про миому, пишет человек, про миому, раскройте причину. Вот я бы сказала, сейчас Артемий наверняка раскроет причину, я не сомневаюсь в его гениальном и опыте, и подходе. Но я бы, как психолог, задала вопрос, от чего она у вас пройдет, как вы думаете, какое позитивное намерение, к чему оно вас привлекает. Может быть, как раз он хочет, чтобы вы больше себе уделяли времени, или не работали 24 часа в сутки, или там не жили с этим человеком. Я не знаю, да, то есть это прям очень интересно задать вопрос себе. Но ты ответь, пожалуйста, Артемий, потому что это твоя тематика. Да, да. Ну, опять же, здесь, конечно, мы на эфире не сможем ответить на все эти вопросы, причины такие. Но поверхностно я могу сказать, что это зажимы, связанные с зажимом нижнего этажа, малого таза. Чаще всего женщина, когда чего-то боится или переживает сильно, она что делает? Даже сейчас попробуйте вспомнить какой-то страх или приятное ощущение. В каком месте в теле у вас отразится это чувство? Это чувство у женщины, ну, такая физиология, срабатывает чаще всего в нижней части живота. Прям совсем-совсем в нижней части, где уже костная структура ломного сочинения начинается. Вот самый низ живота, ниже пупка, вот на все эти пальцы, происходит спазм. Мышцы спазмируются, потому что она что-то ждет или боится. И у нее что происходит? Там идут сосуды, которые питают все, что находится ниже. А ниже находится матка мочевой пузырь. И, соответственно, все начинает в этом органе страдать. Чаще всего мы видим здесь эндометриоз, мы видим здесь неомы. Или это происходит на... воздействие происходит на мочевой пузырь. Циститы. То есть какие-то причины спазма мышечного, нарушающего кровоснабжение, приводят к этому появлению этой болезни. А уже причины давайте разбирать. Это могут быть как обида, потому что обида, она, конечно же, затаивается в этой части. Это может быть злость какая-то, это может быть и страх такой же. То есть когда мы пытаемся убежать или пытаемся принять удар. Склонно, это физически, да, если мы про рептилоидный наш мозг будем вспоминать, то это уже рефлекс попытки удержать удар. У мужчины в других частях тела происходят такие же блоки. Но об этом мы не будем говорить, сегодня у нас больше женская. И наоборот, психологически тогда, чем можно себе помочь, это как раз задать вопрос, какой мне нужен ресурс. Задать вопрос, от чего меня, может быть, это уберегает. Задать вопрос, чего мне не хватает. Вот мне очень понравился комментарий, тут был чуть выше, не знаю, как туда промотать. А вот спасибо, у меня отвалилась миома, которая мучила 6 лет, когда я вернулась к творчеству. Казалось бы, да, где одно, где другое, сколько угодно. Потому что вот эта книга, у меня сзади у меня стоит роман «Самим собой». Это паратренинг «Зеркало», там про Ини и Яну пишут, про имскую янскую энергию. Когда в человеке активация, когда в нём янская энергия начинает вырабатываться, ей надо дать канал для выхода. Если ей не дать канал для выхода, то тогда получается, что она начинает расфигачивать то, что у неё под рукой. То есть сам организм или близкий. И наоборот, когда появляется канал для выхода творчества, это может быть карьера, бизнес, физические упражнения, спорт, всё что угодно. Ты же, собственно, мне тоже рассказывала на курсе, что кортизол надо выводить на кортизольной волне, нельзя принимать никакие решения. А как его выводить? Вот так криком, активными физическими действиями. Иначе он начинает агрессивно вести себя по отношению к организму. И это тоже очень интересно, потому что совершенно другой подход к медицине становится, когда у нас есть две половины. Одна про то, почему, и другая причина для чего. И тогда у нас вот это не причина, и ради чего. Какая за этим стоит ценность, какой позитивный намерение. Тогда человек становится целостным. За две половины матрёшки соединяются. Да, это здорово. И вот здесь как раз вопрос. И помнишь, ты рассказывал ещё историю про сломанную ногу, да? То есть что-то не хотело куда-то идти у слова. То есть накопились дела, которые хотелось бы сделать для себя. А ты говоришь, нет, я пойду, я буду, я сделаю. Нет, иначе. Теперь пространство говорит, ты вкатела вот это, вот получи, сиди дома. И это самое, лучше до этого, конечно же, не доходить. Лучше заранее ощущать и чувствовать своё тело, своё бессознательное, прислушиваться к нему. И тогда этого не произойдёт. Но если это предошло, то разобрав ситуацию, мы, конечно, можем убрать и причину, убрать и, естественно, выздороветь полностью. И вот спрашивают психологически, куда смотреть. Очень просто всё, на мой взгляд. Ну и так, я всегда говорю, что всё просто. На самом деле Артемий скажет, что всё не так просто. Ну, я считаю, что всё просто. Но тело, оно с нами постоянно находится в диалоге. И если я его пытаюсь всё время заткнуть, ну, какими-то обезболивающими, там всё, заткнись, голова, не боли так, прекрати, что ты мне тут поддёргиваешь, ну-ка тебя тут тоже замажем сейчас всё, да? То в этот момент оно начинает усиливать сигналы. Ему очень важно донести какую-то информацию. Если я его глушу, оно начинает говорить громче, отращивая более сильные симптомы. И наоборот, если я на малейших каких-то вот таких нюансах начинаю выстраивать с телом диалог, ну, понятно, как с телом, с бессознательным. Там начинаю спрашивать, чего, чего сейчас хочется, почему, на что мне обратить внимание. Может оказаться, ну, без насилия, не в смысле, а ну, заткнись, да? Там понятно, что это начинается война. А именно так вот очень бережно, как с ребёнком ты когда общаешься, он же, ты же понимаешь, что ребёнок капризничает не для того, чтобы тебя бесить, а потому что он по-другому выразить не может, да, что что-то не так с ним. Ну, ты начинаешь, ну, снять, что не так, как вот относиться к себе, как вот такому ребёнку бережно. Может оказаться, что вам, ну, гораздо меньше понадобится лекарств и всего остального. Абсолютно верно, да. И вот здесь ещё интересная история. Скажи, пожалуйста, об этом или нет, о нелюбви к себе? Когда, например, мать требует от ребёнка учёбу, не знаю, мать, отец, да, неважно, родитель какой-то, требует от ребёнка учёбу, учиться, учиться, учиться. Прям вот через силу кричит уже с негативом, кричит, говорит, что ты там творником будешь, будешь никакой, зачем тебе себе нужно. То есть, в принципе же, здесь тоже про нелюбовь к себе. То есть, он пытается составить модель лучшего себя только в лице ребёнка. Да, да. Правильно же? Ну, и это очень опасная история, она увеличивает в системе уровень стресса и, соответственно, ну, гормоны все соответствующие ему, просто потому, что сам родитель не может справиться с этой ситуацией. Он боится сам, он боится быть неуспешным, потому что, может быть, ребёнок бы и был дворником, кайфово, но родителю стыдно, что все будут говорить, ты, человек с двумя высшими образованиями, это всё, на что ты способен, ты воспитал горника, как тебе не стыдно? И это вот очень интересно, с чем я, как родитель, могу справиться, а с чем нет. Это первое. А второе, это то, о чём ты сказал, действительно. Может быть, мне самому стать более успешным, может быть, мою вот эту энергию бурную направить на самореализацию, и тогда ребёнку захочется тянуться за мной, ему захочется быть таким же, как я. А когда я на него ору, он, конечно, научится быть таким же, как я, и будет орать на своих детей. А у него в голове, мне очень понравилось, как Варя Сазонова сказала, она недавно у неё пост была на эту тему, она сказала, что я теперь, когда общаюсь с ребёнком, всё время держу в голове мысль, что у него в голове внутренний диалог из моих слов и интонаций возникает, и он будет жить с этим всю жизнь. Либо я у него, как мама, в голове буду говорить, а ну быстро собрался, да что ж ты возишь, что-то вечно тебе из рук всё валится, руки вообще такие с жопы растут, да? Или наоборот, я буду говорить, у тебя всё получится, давай, я тебя люблю, ты больше, чем ты думаешь, давай. Я, когда я понимаю, что выбор на таком уровне стоит, что я ему на всю жизнь закладываю программу, то, конечно, я совсем иначе веду себя. Как отделить лень от сигнала, спрашивают. Что значит отделить лень от сигнала? Лень – это номинализация, как мы с тобой в НЛПе знаем. Которое слово, под которым не стоит никакого опыта. Лень, лень и рознь. Бывает такая лень, лень – это сигнал и есть, что значит что-то такое есть, что мне мешает, какое-то препятствие. И это может быть препятствие несущественное, ну, например, я не выспалась, и надо просто выспаться. Ну, просто пойти доспать час, да, и всё будет нормально. Или там наоборот себя взбодрить, там купить какой-то адреналин раш и вперёд. А бывает, что это сигнал о том, что я не хочу в этот проект, к этим людям не хочу. У меня есть для этого, как это жопой чувствую, как говорится, что там что-то такое не то. Но почему-то не хочу туда смотреть. И тогда оно потом может вылезти, а ведь организм предупреждал. Поэтому нужно опять же задать вопрос, чего сейчас мне не хочется в этой связи. Почему? У меня сейчас такая ситуация. Чего ты хочешь мне, дорогой организм, сказать? Или же, например, когда ленивый делать какой-то проект или идти куда-то в обучение, потому что мы не хотим брать на себя ответственность. Мы хотим ещё быть в позиции ребёнка. Нам так приятно, нам так удобно, комфортно. Вот, пожалуйста, мы можем всегда под крылышко залезть и там и внук. Поэтому здесь тоже надо понимать ситуацию. А может быть, вот нам пишут, и я соглашусь с тем, кто нам пишет, некорректные алгоритмы жизни, включающие лень. А может быть, эта ситуация записалась там 30 лет назад, что я когда так боялся там в 10-летнем возрасте делать какой-то проект, что каждый раз, когда мне дают проект, я вот так вот, не, 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 мне лень. И это воспроизводится просто автоматически. И тогда то, о чём, собственно, Артемик говорил, мы делаем технику НЛП, изменения личностной истории, возвращаемся в прошлое, находимся. Находим этот момент, да, переписываем программу, и человек с удовольствием открывается новым проектом, ему уже не страшно взять на себя ответственность. Вот и всё. Это про то же, что сегодня уже писали, что страхи заедаю и запиваю, и переживания заедаю и запиваю. То есть тоже рефлекс срабатывает, на эту эмоцию. Эта эмоция равно еда, равно и алкоголь, например. Моё переживание, я так проработал, потому что так удобно, мне так удобно выходить из этой ситуации. Никто меня не научил по-другому, никто меня не научил сходить к священнику, к психологу, поговорить с умным человеком, моим наставником. Мне показали, например, из фильмов, что если проблемы серьёзные, пойдём, мужики, выпьем, или пойдём и поедим женщину, и так далее. Вот, опять же, это якоря, которые с нами рефлексируем, мы с ними и ходим постоянно. И вот здесь вот ещё по поводу миомы говорили, по поводу проблемы гинекологических. Можно ли сказать, что состояние возбуждения от выброса кортизола и эндорфинов похожим образом влияет на нервную систему и организм в целом? Да, конечно. На химическом уровне я точно так же могу объяснить причину. Это уже влияние гормонов, которые выскакивают, выбрасываются под действием различных стрессов. И они, конечно, влияют и на сосуды, и на характер питания, и на проблему, связанную с притоком кислорода. Всё, конечно, можно объяснить и на таком химическом уровне. То есть в целом, мы просто сегодня говорим о том, что одну и ту же проблему можно рассмотреть со стороны одной, со стороны психологической, со стороны физической, физиологической и той же химической. И мне нравится, когда с обоих сторон подходим, нам более целостно получается. Да, это как про слона, которые слепцы смотрели, трогали со всех сторон, и каждый говорил, что он прав, он прав, это хобот, и он такой же, как хобот. Да, то же самое. Посмотрите со всех сторон и поймёте, как с ним работать, что это за слон такой живёт, в вашем теле. И я-то как раз вот всё время продвигаю одну и ту же мысль тупо на тему того, что можно, что очень во многом от человека, от самого зависит. Его нельзя вылечить, если он этого не хочет. И наоборот, если он хочет, то, возможно, невозможное в принципе. И у меня есть такой друг, коллега, научный консультант вот книги «Роман самим собой», он долго-долго-долго был реаниматологом-врачом и боролся со смертью. И в какой-то момент он вдруг понял, сказал, нет, я не хочу бороться со смертью вообще. Я хочу бороться за жизнь. Я вообще не тот, кто будет противостоять смерти. Если человек не хочет жить, я не хочу его насильно тащить. И он стал врач, переучился и стал очень крутым врачом-реабилитологом. И реабилитолог – это тот, который помогает человеку снова вернуться к здоровой жизни. И он говорит, что там очень важно желание самого человека, его мотивация. И если он чего-то хочет, то нет предела организма и есть огромное количество таких примеров, что врачи говорили, ну, осталось тебе там чуть-чуть, а человек живет и живет, и живет, и живет, и живет десятками лет. Лили Кохот, она, не помню, на вашем курсе она на ней не была гостем, не приходила, да? Нет. Она написала книгу «Сто дней между жизнью и смертью», как она из рака выходила, и победила его. И рассказывает она, ну, на этом курсе она еще придет гостем обязательно. И это очень интересно, потому что мы все время хотим спихнуть ответственность на кого-то, на врача, допустим. А я прихожу к врачу, говорю, доктор, у меня вот тут вот болит. Он говорит, ну, что ж вы, батенька, ну, или не говорит, если он такой, как Артемий, он не говорит, что ж вы, батенька, он улыбается, говорит, ну, сейчас все мы сделаем. И выписывает мне таблетки, мази, и говорит четкую схему, да, протокол, как их надо принимать. Ну, ну, что? А можно я вот это вот пить не буду, а вот это заменю на более дешевое? А вот зачем три раза в день, я подумала? Достаточно ведь одного. А еще мне вот, мне сказали, не жить половой жизнью. Ну, как же, я же не могу, тут же как бы, тут такой момент, вот как бы, как же не, да? А потом говорит, доктор, что-то не сработало ничего. А не могли бы вы сами еще раз что-нибудь сделать? И вот это обидная всегда история для психолога, потому что, значит, человек на себя ответственности не взял, и это значит, что ему, ну, он хочет спихнуть на врача, и сказать, это ваши лекарства не работают, давайте, вот вы меня вручную возьмите за ручку и ведите меня к здоровью. Есть такие врачи, кто с удовольствием в эту игру играет, но мне кажется, это недолго происходит, первые там пару лет, наверное, после института, когда тебе хочется комплекс Бога и самогущества, а дальше ты уже понимаешь, люди, может, вы сами как-нибудь все-таки тоже будете способствовать. И вот скажи мне, Артемий, у меня к тебе вопрос. В связи с собой в себе. А может ли, я так понимаю, у тебя довольно большая тоже часть, подписчиков, это врачи, и скажи мне, нет, небольшая, я видел, что ты обучение для врачей проводишь, нет, не для врачей. Нет, ну у меня есть, конечно, определенная группа, но здесь их... Ну хорошо, но все равно, дальше для пациентов. Есть ли какие-то волшебные вопросы, которые ты задаешь вначале, которые повышают у человека мотивацию, чтобы именно быть здоровым и самому начать собственный процесс исцеления, не я, а ты только станешь помощником для этого. Наверняка ты что-нибудь такое делаешь. Конечно. Я же тебе и говорю, что жизнь до и после, она кардинально поменялась. Расскажи, что ты делаешь. Вот тебе приходит человек, жалуется на какой-нибудь симптом, но ты же можешь сразу прописать там таблетки и лечение, а можешь его чего-нибудь как-нибудь, вот как ты его замотивируешь лечиться. Может быть, здесь у нас половина сейчас исцелятся из тех, кто у нас тут просят о помощи. Надо исцеляться, да. Прямо как Кашпировский по телевизору банку поставки только. Не удивлюсь, ты можешь. Да. Ну, смотрите, конечно, конечно, во-первых, мы погружаемся, я сразу ищу причину. То есть, вот симптоматические проблемы я не лечу. То есть, если ей приходит женщина с кровотечением, назначим ей таблетку от кровотечения, это все не про меня. То есть, я, конечно же, экстренно могу назначить, но дальше все равно попрошу прийти тогда, когда все закончится, чтобы мы нашли причину. И вот мы ищем причину, потому что, опять же, повторюсь, чаще всего причина совсем не там обнаруживается, где и с чем она. То есть, может оказаться вообще, да? Может оказаться не медицинская проблема причина? Абсолютно. Бывает, да, бывают проблемы, связанные тоже с телом, но с другими органами, которые привели, например, боль в спине, мышцы в тонусе, или живот расслаблен, поэтому там послеродовое животное, не знаю, с диастазом, поэтому вот матка начинает так себя вести и так далее. Бывает и такое. Конечно, это физика уже. И вот мы проводим такую диагностику, то есть диагностика мозга, почему, с чем зашла, что за проблема, почему вот так вот отреагировала на такую-то ситуацию, когда все это началось. А что же в этот момент у вас было, например, что в этом периоде жизни у вас было? Ой, там у меня был переезд, ой, у меня там родственники умерли, у меня там была какая-то стрессовая ситуация, или я там с мужем развелась. И чаще всего вот такие вот истории, они идут в параллели с началом болезни. Их нужно только найти. И дальше мы это раскручиваем. Как она отреагировала, что она делала и так далее. И потихонечку-потихонечку выходим в причину. Вот только мы нашли причину, уже, естественно, с ней разбираемся. Если это психологическая причина, давай мы сделаем то-то-то-то-то. Если это физические какие-то нарушения, сделаем то-то или назначим то-то и все. И дальше уже гораздо легче работать. Или все в комплексе. А я свои слова. Могу тебе сказать, что тоже очень интересный момент. Я когда еще консультациями прям занималась плотно. Я сейчас довольно редко это делаю. А у меня был период, когда я прям вот работаю этим прям пять дней в неделю. И мы работали там и врачи, у меня были знакомые. Мы такой вот эксперимент брали, мы просто говорили, а зачем тебе быть здоровым? Это такая провокация. Вот все тут говорят, давайте будем кофе зажать, давайте. А нахрена вот, нахрена вам, товарищи, вот замотивируйте меня броситься курить. Да, да, да. А нахрена зачем? Чего такого хорошего с тобой, дорогой товарищ, произойдет, если ты вдруг выздоровеешь или будешь здоровым? Может, и незачем. Ну что, может, сейчас вокруг тебя все бегают, ты всем жалуешься, так хорошо, а так вот выздоровеешь, и что случится? Человек говорит, ты что вообще? Что за безобразие? Как ты смеешь? Ну давай, ну расскажи мне, чем докажешь, что ты вот внук, что ты правду хочешь? Какой смысл? Организм же не дурак, если там нет ничего хорошего. Какой смысл стремиться к здоровью? И человек начинает, блин, ну не знаю, ну я, ну зачем бросать курить? Ну у меня будет хорошее дыхание, свежее. Ну кому нужно твое свежее дыхание, если ты живешь один с кошками? Какая кошкам разница? Куришь или не куришь? Продолжай курить. Чего? Нет, ну зачем ты так говоришь? Я говорю, а зачем тебе свежее дыхание? Ну может быть, я из-за этого типа не хожу на свидание. А, то есть ты хочешь на свидание все-таки ходить, так? В это дело. Ну в общем, да, ага. И, конечно, еще раз спрашиваю, как изменится к лучшему твоя жизнь, если ты выздоровеешь? Ну бросишь курить, допустим, да, как? Ну я на свидание начну ходить, так, ну и что хорошего в этом? Еще деньги тратить, фу, нафиг надо, если мужчина там был, или девушка там, ну и что хорошего? Ну будет там какие-то козлы попадаться тебе. Ну что это такое опять? В общем, пока не добьешься от человека, очень важно, чтобы это был прям настоящий ответ. Просто в нашей стране культура провокации иногда работает гораздо лучше. Да. Что ты в жопу? Не нужен никому твоё здоровье. Как это? Да не правда. Ну отлично, энергия проснулась, все, отлично, она у тебя пошла. А знаешь, что-таки нужно, знаешь, что-таки хочешь. И из-за этого, мне кажется, очень часто люди доводят до последнего. Вот казалось бы, можно же с первыми симптомами к доктору прибежать, да? Но люди прям до последнего терпят, когда уже никак не спастись, и тогда у них внутри организма же орет, да мать твою, я жить хочу, и тогда они на эту энергию ра идут. Но вот другое дело, что они не понимают, что это гораздо опаснее, что тогда уже можно и не помочь. Уже, может быть, система пришла уже в такую, физическая система уже пришла в такую изношенность, что очень трудно её вытащить. Проще при первых симптомах, конечно же. Вот идите к Артеме, он вас приведёт туда, конечно же. Вот. А идите ко мне, я вас не учу так думать, и делаю что-то своей головой вовремя, не дожидаясь перитоников. Да, да, здорово. Так, что там ещё нам пишут? Про кофе, да, про кофе заряжающихся, онкология вообще интересная вещь. Да, абсолютно, абсолютно, это мы уходим совсем глубоко. Вся, вся хроника наших переживаний. А давай я тебя спрошу не про медицину, можно? Давай, да. Ну, про любовь и не любовь в себе, оно же не обязательно про медицину. Я понимаю, что сидишь в хирургическом костюме, но ты же ещё и человек к тому же. Вот скажи мне, пожалуйста, вот то, что ты просто как человек, и как, не знаю, как родитель, мы с тобой много там решали какие-то вопросов на курсы, просто как человек, где тебе легче жить стало? Заметьте, как я ставлю вопрос, вот именно это отлично, и вообще именно так и надо, мне кажется, разговаривать. Где мне легче жить? Да. Ты провоцируешь меня. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, что я хочу уехать в Крым? Я читаю твой инстаграм. Ага, вот так. Вот, Таня, я тебе скажу честно, что из-за того, что я никак не могу уехать в Крым, я постоянно чувствую в теле различные процессы. И это, и, конечно же, всякая хворь, всё, что лезет, и перепады настроения, всё из-за того, что я не делаю то, что хочу на самом деле я. А чего надо сделать то, чтобы ты сделал то, что ты хочешь? Вот уже все, тут как мы тоже знаем, смотри, даст много, в волшебный момент, 370 человек, я вижу сейчас, не знаю, сколько ты видишь, 370 человек хотят уже, чтобы ты уже был здоров и счастлив. Что надо тебе для этого? Просто взять и поехать. Ничего сложного. Не, ну, если бы это было так просто, ты бы сейчас не сидел. Там наверняка что-то надо и тебе ещё каких-нибудь ресурсов. Я себе нашёл оправдание. У меня четверо детей, одна из них девочка занимается фигурным катанием. И в Крыму, как вы знаете, всё-таки в Южном регионе с этим совсем беда. И нет нормальных тренеров, нет нормального льда. И я себя тем оправдываю, что мы не смогли, когда мы жили на ковиде в Крыму, мы не смогли найти подходящий лёд, подходящий тренировок. Артемий. Ну, это всё, это всё оправдание. Я всё... Мива, это не оправдание. Я сейчас тебя, я сейчас усилию из любимой провокативной модели. То есть ты, Артемий, большой, взрослый, успешный мужик и врач, ответственный за всю семейную ситуацию, хочешь сейчас сделать маленькую девочку, чтобы она всю жизнь жила с чувством вины, что из-за того, что она так любила фигурное катание, её папа, значит, не жил в жизни мечты и ей не дал. Именно потому, что я взрослый, ответственный врач. И так далее. Что и так далее? Давай, давай, отвечай, что он? Я научила его бороться с манипуляцией, видите, он так прекрасно, да. Там народ пишет, что Авербух открыл чего-то в Крыму. Что народ пишет? Там пишет народ, что Авербух чего-то там открыл. А, Авербух открыл, да, мы как раз туда записались, но это Симферополь, мы хотели быть на ИБК. Да, спасибо за комментарии, это здорово. Спасибо, что меня поддерживает, Танюш, спасибо тебе, это ещё один мой пинок в эту сторону. Ну, иногда бывает совершенно другая история, я тоже самое говорю сейчас, ну, и тебе говорю, всем, кто нас слушает. Иногда бывает, это значит, что я не отказываюсь от своей мечты, я знаю, чего ради и какой ценой, что это та цена, которую я не готов платить, значит, я нахожу какие-то другие варианты её реализации. Тогда совершенно не нужно мне страдать из-за этого болеть и какие-то симптомы, да, я наоборот, я рад, что я такой офигенный отец, что я действительно так люблю свою дочь, и я организую жизнь своей семьи вот таким образом, да, и поэтому можно этому гордиться и эндорфины раздавать налево и направо, потому что у тебя их избыток. И это вот красивая история, да, потому что можно смотреть на то, что у меня не получается и поэтому я, и винить себя, как у меня сегодня очень смешной был разговор с сыном, он опоздал уже на два или на три автобуса, он там, ну, отслеживал и опаздывал, и такой был злой, выходит, значит, вот, я и на этот автобус опоздал, вот, я говорю, ты почтальник нашёл, он говорит, нет, не нашёл, вот я замёрзну и пусть это будет мне наказание, он говорит, надо умовить яйца откупать на рожу, что за странная какая-то вообще идея это в этом, он говорит, да, я должен, типа, себя за это наказать, не, не так это работает, просто не делай так больше, ну, просто если тебе надо, ну, выйди вовремя, за то, что ты, ну, типа, выходишь позже, если ты ещё отморозишься и что-нибудь, это разве решит ситуацию, наоборот, в другую сторону и уведёт, и вот это вот отношение к собственному организму, как к какому-то, знаете, месту, куда выплёскивается вся история, вместо того, чтобы относиться к нему как к ресурсу, как к тончайшему, гениальному инструменту его за ним ухаживать, вот в этом разница, организм это то, на чём вы отыгрываетесь или это то, зачем вы ухаживаете и действительно, чему вы благодарны очень, предлагаю, кстати, мне очень у Нарбекова понравилась эта идея, тоже один такой потрясающий для меня был человек, который наш с ним встречает в 90-е ещё годы, как между медициной и психологией, когда он вообще предлагал начинать утро с благодарности организму, там каждой клетки, каждому органу, прям говорю, берите анатомический атлас, и говорите, печень, моя дорогая, спасибо тебе большое, как я тебя люблю, дорогой мой желчный гуд, желчный пупель, как я тебя люблю, какой ты молодец у меня, какой ты красивый, улыбаешься, и это так смешно было сначала, ну что за бред-то, правда, ну, а потом, ну, я была на курсе, мы вынуждены были это делать, там тренеры, зачем нужны тренеры, потому что так ты говоришь, я потом сделаю, а тренер говорит, не-не, потом нет, сейчас, сейчас сделай, давай, и мы вот это делали, где-то раз на четвёртый, я вдруг почувствую, что у меня прям тело отзывается, и оно прям радостное, и прям такая бодрость, вообще без всяких дополнительных стимулов была, так что это тоже вот важно, зачем его наказывать-то за что-то, пусть оно наоборот придумывает всякие новые способы. Это точно. Танюш, давай подводить итоги. Давай. Значит, дорогие наши участницы прямого эфира и те, кто будет смотреть на записи, помните о том, что любить нужно себя, и при этом не олицетворять любовь к себе с эгоизмом и эгоцентризмом, поскольку это всего лишь стереотипы, социальные маски и так далее. Это принятие себя, своего тела, своего сознания, своей души для того, чтобы давать больше энергии окружающим, потому что не целое состояние не может дать чего-либо. Треснутая чашка не будет вам полезна в плане напоить, потому что через ее отреченную будет, естественно, вода утекать. Это точно так же метафора и для человека. Если вы не целостны, если вы не любите себя, не принимаете себя, то все, что вы даете окружающим, детям, мужу, партнеру, еще кому-то, вы даете из этой позиции полураспадшего состояния и, конечно, ну, сами понимаете, что там может быть. Поэтому любите себя, принимайте себя, максимально сканируйте себя, что же не так в каждой ситуации, просто начните это делать и в скором времени вы быстро научитесь легко и радостно, как Таня говорит, проходить этот скан за несколько секунд, чтобы понять, что же сейчас, хочется мне или не хочется. И всегда помните, что у вас есть два волшебных вопроса. Что я здесь делаю, зачем я здесь, чего ради, какой ценой. Это первый. И второй, от чего у меня это пройдет, если вдруг что-то не так. Не почему это у меня здесь, от чего у меня пройдет. Может оказаться, что достаточно, не знаю, в ванну принять, соль или поспать лишний час. И тогда вообще не надо будет к врачу идти. Такое вполне бывает. Так что, да, спасибо вам большое за внимание. Простите за всякие технические сложности, не знаю, есть с моей стороны, видимо. Но мы же прорвались через все. И мне кажется, что мы основную идею внесли, что, в общем-то, как говорится, дело спасения утопающих тела рук, ног и всего тела самих утопающих, во-первых. А во-вторых, очень важно ответить себе на вопрос, а нафига мне быть здоровым? Зачем мне быть радостным, счастливым и успешным? Как моя жизнь изменится к лучшему? Потому что, когда ты на это смотришь, то как-то все само подтягивается, и тут спрашивают, как услышать ответ, это на самом деле вопрос практики. Если ты хочешь услышать ответ, ты его увидишь в воображении, может быть, голосом, может быть, знаки Вселенной какие-то придут в виде рекламы контекстной или чего-нибудь еще, неважно. Если у тебя настроено восприятие, ты ответ увидишь обязательно. Просто если ты не хочешь его увидеть, и хочешь давить только сигналы тела, тогда, конечно, кто тебе скажет в ситуации военной действии? Нет. Но если мы с телом дружим, то, конечно же, все получится. Спасибо тебе огромное за эфир. Спасибо. Очень рада тебя видеть. Обнимаю. Спасибо. До скорой встречи. Всем пока. Спасибо, что позвал. Всем пока. Пока-пока.